Ну я на самом деле не знаю, чёт какой-то тактики. Я не умею так красиво в кадре вот так вот там как-то стоять. Я когда пришёл в театр, и в театре я как-то так посмотрел на всех, все такие творческие, прикольные, красивые. Вот наше желание. Я по желанию штатив. Вот наше желание штатив. Профессиональный штатив, здравствуйте. Надо немножко прогулять, реально сходить, там что-нибудь выпить, я не знаю, лимонатику какого-нибудь, ну просто докажите, реально. Ну что ж, друзья, РУ-ТВ Хаос приветствует вас, это Блогер Чат на телеканале РУ-ТВ, я Иван Чуйков, и, конечно, здесь в нашей студии самые топовые и успешные блогеры рассказывают, как же быть именно таким человеком. Сегодня у нас просто король лайфстайла Андрей Савочкин. Андрей, привет. Король лайфстайла, привет. А можно так называть, король лайфстайла? Ну, мне так не называли, но допустим, да. Ну пытай, я дал тебе это звание, могу тебе позволить, всё-таки ведущий блогерчик. Кстати, знаешь, у нас сегодня такой в преддверии мужского праздника, мужской эфир, потому что вообще у меня здесь есть и ведущая. Здравствуйте. А вот и она. Добрый вечер или добрый обедик. Она с прошлого эфира ушла, понимаешь, прям взяла и ушла. Всем приветики. Как это, куда я ушла? Ты вернулась? Нет. Конечно, я вернулась, Ванечка. Как это? Как же я могла тебя бросить? Ты же возвращенка, получается. Пожалуйста, вот вам живые вареные раки, как я обещала, для своего любимого соведущего и для своего любимого гостя. Андрюха, нам повезло. Андрюшечка, ну-ка, давай пятюньку. А, ты прям так решил? Вы общаетесь. На самом деле, скоро у нас, соответственно, праздник 23 февраля, поэтому, Вань, как бы ты меня сильно не ждал, ты дождался, и я пришла. Тут серьезно. Андрей, ты глянь, ты глянь, чудо какое. Из Волгограда. Я чувствую себя и кубовичем сейчас. Из Волгограда раки. Супер. А теперь смотрим на барабан. Буква А. Что? Ю. Нет, буква РУ-ТВ. Ю, это другой канал. Боже, давайте начнем уже. Блогер-чат программу. У нас здесь гость, потрясающий блогер. Ты вернулась, и так и быть. Прошу любить и не жаловаться, вид очкования. И, да, давайте все-таки познакомимся с Андреем, потому что хочется узнать. У него же... А, мы же знакомы. А, вы знакомы? Да. Ну, давай. Мы снимались на одной передачке. Да, конечно. А теперь на второй. Очень, на самом деле, классный, талантливый. Не только блогер, но и актер. И такое есть. С образованием. Настоящим образованием. Представляешь? Каким образованием? Нет, у меня нет актерского образования. У меня вообще образование программистов. Я знаю, я ясновидящая. Она пиарщица хорошая. У тебя будет актерское образование. Слушай, на самом деле, для блогера важно образование или нет? Потому что вопрос, который стоит всегда у всех, вот сразу такие, знаете, креугольные камеры. Треугольных. Образование для блогерской профессии. Вообще. Нет, ну в целом, несмотря на какую тему шутить. То есть для липсинга, наверное, может быть не очень. Знаешь, что он Сталин пеет липсинга. А, липсинга это губы, губы, липсинга, петь. Липсинга, губы, петь. Умеешь губами петь? Что ты умеешь делать губами? Вот примерно так. Помимо рыбки. Вот тебе понадобится? Вот ты пой что-нибудь, ты пой, а я буду повторять. Давай какую-нибудь песню. А что-нибудь какую-нибудь? Свою? Ну давай. Ты только с виду такой бюшевый. Даже зимой с тобой душно мне. Мне. Я нормально липсинга делаю? Да, это липсинга. Ну круто. Уже залетение. А я в том хорошо делаю? Уже хорошо. Артикуляция у нас работает. Слушай, а ты прям молодец. У тебя такой рот красивый. Это хороший комплимент, наверное, что у меня красивый рот. Сомнительно, но окей. Очень интересный внешний человек. Такие кудряшки у тебя. Ты прям видно сразу, что творческая личность. Работай над имиджем просто. Кудряшек не было. Была вот такая челка. А ты пришел с подарком, я так понимаю. Мы сегодня все с подарками, да? В общем, друзья, так. Я понимаю, что наш диалог сейчас ни к чему хорошему не придет. Я предлагаю зрителям нам помогать. Друзья, задавайте вопросы Андрею. Мы будем стараться озвучивать все по мере возможности, разумеется. И вот за самый интересный вопрос Андрей приготовил подарок. Андрей, же я приготовил подарок? Я приготовил. Это лепсинка, Андрей. Подарок? Ну что это? Вот такая красивая книжечка. Это «Гоголь Шинель». Это мое любимое вообще произведение за все. Вот сколько бы я ни перечитал, я не находил ничего более такого концентрированного, более проблематичного, чем это произведение. Слушай, ты редко читающий блогер. Как ты интересно о нем говоришь. Да, я обожаю. То есть ты действительно читаешь литературу, книги. Для нее это шок, понимаете? Ты читатель? Да, я буквы распознаю. Я тоже прочитала три книги. Но это же действительно круто, что ты такую классическую литературу знаешь. Я вообще очень люблю старые слова. Вот у меня есть слово «хази». Например, какое старое слово? «Акститься». «Не кручинься». Хватит хрохориться здесь. Что это не леперитесь, в конце концов? В дупелину. Нет, парадная это все-таки у нас. В дупелину-то ты другим будешь говорить. А вы знаете, кстати, когда люди начинают ругаться нецензурно, это называется на старорусском, бледословить. Ваня, сейчас ты убежишь. Вот бери и убегай. Музыкальный клип на телеканале РУ-ТВ. Блогер-чат, мы подогреваем аудиторию прямо сейчас. Вот таким движением. Хороший подогрев, мне уже греча стало. Я неправильно делаю подогревы? Андрей, знаешь? Мне стало холоднее, я не знаю, как ты это делаешь, но... Мне кажется, Андрюша лучше справиться с этим. Я всем своим полотном буду. Видим. Пошел, пошел, пошел. Пошел, да, запах. Так, Андрей, подогрев и все остальное, для тебя это не пустые слова. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в профессию блогера, как у тебя все началось, почему ты решил стать блогером? А я вообще был в научной среде, я был научным сотрудником. В идее работал? Ты с завода начинал? Ну, можно так сказать. Нет, я был в Центре управления рисками, это филиал Роспотребнадзора. Ну, блогеры-то тоже в Центре управления рисками, там такие риски все. Ну, там тоже риски для здоровья, для всего. И я был в такой вот научной среде, а там деньги не платят немножко. Ну, там 12 тысяч месяцев. Немножко не платят. С учетом того, что я уже в то время жил в Москве, на 12 тысяч месяцев немножечко прожить, но не очень. Поэтому я решил, что в какой-то момент это все-таки меняет. Слушай, правда, сложно. А сколько тебе лет было? А сколько тебе было лет? Ну, вот я стал там работать в 15, 16, 17, 18. То есть в 15 лет ты начал работать в научном каком-то Центре? Да, да. Да как такое? Центр научный. Центр. Риски, риски доверили 15-летнему человеку. Когда человек с завода, с нормальной профессией, идет в ненормальную профессию, да, блогер. Ну, это классно. То есть ты вырос. Нормальный, когда наоборот. Ну. Нет. Просто. Посмотреть. Не зря же шутят, что вот, вы, блогеры, никогда не работали на заводах, но ты тот человек, который может сказать, что я работаю. Я все прошел, да. И на заводах, и блогерам, и везде. Я поживший, я поживший. Так, ну, поработал ты, значит, потому что зарплата там маленькая, и хочешь как-то... Ну, я там до сих пор работаю, да, но просто это как уже хобби, да. Это уже как потом, что... Так, а сколько ты зарабатываешь как блогер, раз уж там маленькие зарплаты? Ну, это цифра такая, которая варьируется. Которая нельзя говорить, не говори. Ну, от 10 тысяч до миллиона, да? Нет, ну, например, в один месяц это может быть 30 тысяч рублей, там, какие-то жалкие, там, еще что-то. Жалкие? Ну, такое... Нет, я могу так говорить, потому что я жил на 12 тысяч в месяц и на 20, поэтому я уже в целом понимаю расценочки вот эти все. А можно считать блогера, который зарабатывает 30 тысяч в месяц, плохим блогером? Ну, скорее, либо блогер не нашел хорошего менеджера. Зачем ты так про себя говоришь, Вань? Я вообще не зарабатываю. Ну, не надо, ну, у тебя хорошая самоценка, что ли? Я работаю на РУТВ, знаешь, какая зарплата у меня? Я представляю, у меня ее нет, ну ладно. Слушай, ну, а не бывает же плохих блогеров по факту, просто бывает везение, да, когда тебе приходят контракты. Вот расскажи, начинающим даже блогерам, как сделать так, чтобы приходили к тебе крупные корпорации, компании, работали и сотрудничали с тобой? Ну, я на самом деле не знаю, счет какой-то тактики, я не знаю, там гай какой-то есть, конечно, примерно, но ко мне пришли первый раз за 500 рублей. Я согласился, потому что думал, что это мой потолок. Я не помню, у меня какое-то гринжовое видео достаточно было, это было... Двери по бартеру, мне кажется, да? Нет, а там, по-моему, что-то какое-то приложение для знакомств. Ну, двери, фактически, по бартеру. А, чтобы все было, да? Было все. Слушай, а подожди, а вот с чего это началось? Ты начал снимать приколюшечки, видео какие-то, да, в социальных сетях? Ну, да, я начал сначала в ТикТоке, вот эти все, там, вот я липсинки как раз тоже делал, вот я примерно то же самое, те же самые, то, что мы делали, вот это я тоже этим занимался потом. Но я быстро понял, что это, как бы, не моя история. Не работает, это недостаточно. Я не умею так красиво в кадре вот так вот там как-то стоять. Слушай, на самом деле это очень сложно, ты говоришь, что это приколюшечки, а знаешь, как это сложно попадать в ритм, попадать ртом, открывать его красиво. И действительно, еще и нужно быть фотогеничным. У тебя, кстати, мне кажется, прекрасно получается. Как-то в кадре держаться, не сутываться, как собака, то есть вот это вот все как-то смотреть с угла. Если я боком буду, у меня тут все плюс шесть. Делаем сейчас рекламу на телеканале РУ-ТВ, ползинг, ползинг, ползинг. Блогер-чат. Блогер-чат на РУ-ТВ. Ну что же, блогер-чат, блогер-чат, друзья, в самом разгаре. У нас... Я разогрелась просто. Все, я теперь не потуши, друзья, держитесь. Очень-очень горит. Андрей Савочкин сегодня у нас в гостях. Мы рассказываем про то, как стать блогером, как снимать крутые видео, как залететь в тренды. Ну и быть таким классным, веселым. В 21 год, друзья. И красивым. Смотри, какие кудряшки у него. Кстати, тебе такие же тоже подойдут. Но ты не богатырь. У меня были кудряшки. А у меня были, кстати, кудряшки. А что мы обо мне? Да, обо мне. Давайте лучше обо мне. Давайте, конечно, обо мне лучше. Андрюша, расскажи, в кого ты такой талантливый? Я в себя все-таки. Хорошо. Я в себя, я в себя. Такие часы, если я получаю такой, я люблю в себя. А, сняли напряжение, выбросили. Итак, ты работаешь в театре еще помимо блогинга, научно-исследовательского института рисков, как я правильно понимаю, да? Центр управления рисками. Ну, допустим, так. Следишь за рисками, снимаешь видосы. И еще. Я сейчас рискую? Ты вообще на грани. Ты в зоне риска прямо, знаешь, прямо уходишь по лезвию. А как ты попал в театр? Как тебя могли туда взять без актерского образования? Случайно, абсолютно. Я просто, я сидел, депрессовал, немножко пил кофе на кокосовом молоке, думал, что же мне сделать такое интересное. А там просто бесплатно в кофей не выдавали, я поэтому его пил. Как Месси. Где бесплатно в кофей? Как Месси, мой очагок на РУТВ тоже приходит. Конечно, ну, хочешь жить и мне вертеться. Поэтому... И я там что-то листал просто ленту случайно, и там был открытый вот мастер-класс по актерскому мастерству. Я тогда пришел. Круто. И я играл трупа колобка. А ты можешь продемонстрировать, как это было? Потому что я даже не... У меня есть актерское образование. Я не представляю, как сыграть трупа колобка. А покажи, действительно, как ты это сделал. Как у тебя это получилось? Это обычно я после тусовки. Вот, это все. И Ваня тоже, я думаю... Ты Виту показал сейчас. Да, ну то есть труп колобка. Нет, это классно. Там была предыстория небольшая, что его все-таки убили. Но я там потрясся в конвульсе. Это просто стандартно. Либо в тревожном. И после этого не взяли в театр. Либо же как-то выбрали, определили, что ты похож на колобка больше. То есть ты... Ну нет, это же... Я сейчас без приколов. На колобка. Да-да-да. Ну, его определили как главная роль колобка. Да, ты сейчас играешь колобка этого или... Нет, спасибо. Уже оживленного. Нет, ну вот сейчас, например, недавно мы отыграли большой спектакль. Играем в дружную семью или гарнир по-французски, по комалетте. Это уже посерьезнее, чем колобочек. Но я люблю детские спектакли. У меня в моей ответственности Федорина Горьев спектакль. Я его обожаю. Я за него ответственный. Я всех вожу. Он пластический. Там песни, пляски русские, народные, все дела. Слушайте, а помогают тебе вот эти актерские навыки, которые ты приобрел уже работая в театре? Конечно. В съемках видео твоих, которые ты... Конечно. Ну, когда я уже себя комфортно стал чувствовать на сцене, я комфортно себя вообще везде стал чувствовать. Я наблюдал за многими блогерами, которые, знаешь, получали актерское образование или начали сниматься в кино, что, наоборот, им это мешало, потому что они теперь начали к своему блогу относиться серьезно. Ну да, они там театрально, вот таким голосом. Это не искусство. Вот там искусство. А блог, ну это... И начинают в блоге делать вот такое вот. А там уже не работает. Нет, наоборот. Я когда пришел в театр, и в театре я как-то так посмотрел на всех, все такие творческие, прикольные, красивые. И я так от всех подзарядился и подумал, ну я тоже, наверное, творческий прикольник. Я начал блог. А можешь нам показать какие-нибудь вот пару приемов раскрепощения? Вот научить нас с Ваней. Вот у меня нет актерского образования, у тебя его тоже нет. У тебя есть раскрепощение. Ну ты... Ну, это, кстати, да. С собой дела, я знаю. Но ты действительно играешь в театре. Ты представляешь, это для многих такая мечта. Но тебя заметили, тебя выделили без образования. Вот научи нас с Ваней. Есть какие-то вот эти практики, техники, как... Лайфхаки. Да, мы не стоять друг напротив другом. Вставайте. Я буду наблюдать за вами просто. Нужно... Я могу узнать, что делать. Ладно, я просто буду... Ой, нет, не крик. Что? Кого? Крик льва. Слушай преподавателя. Смотри, нужно смотреть друг друга в глаза. Я сейчас возбуждаться начну. Ч-ч-ч. Ты помазнируешь, я знаю. Когда, если тебе захочется, начать меня рассматривать. Просто рассматривать. Мне уже хочется тебя рассматривать. И нельзя отводить взгляд. Так, мне нужно тебя рассматривать. И не смеяться, просто спокойно лицом. Ты сейчас смотришь на мои... Да, он смотрит туда, я вижу. А, можно смотреть на что-то пониже. Ой, хорошо как. Вань, уйди, Вань. Вань. Ч-ч-ч, ч-ч, 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 ч-ч. Я просто налетаю. Не надо лопаться. А если я могу накинуться? Ты что? Ох, 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 хорошо. А можно компактненько делать? Чему это должно привести? То есть, это должно закончиться каким-то интимом или что? Нет, нет, никакой в случае. Вот если так постоять минут пять... Присаживаемся? Если так постоять минут пять, то мы будем знать друг друга лучше. Да, и ты так настраиваешься на партнера. Вы изучаете их с дружа. Когда ты настроен на партнера, тебе это намного легче настанет. И так потом в роль вы входите вдвоем, партнерскую. А есть какие-то практики раскрепощения? То есть, не партнерская история, а именно ты волнуешься, чтобы... Я сейчас вообще раскрепостилась. Она вообще расслабилась. На самом деле, у каждого свое, у каждого свой способ. Можно представлять зрителей голыми, например. Это стандартная практика. Если ты представляешь, что там все, вот там в студии все голые, то тебе намного проще вообще сейчас жить. Они неловкие, а я-то так... Я сейчас просто попробую это. Слушай, ну как будто иначе это все зря на самом деле. Тихо, 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 тихо. Я представляю. Зря не может быть. Ты сейчас что делаешь? Поговорили уже про актерское образование, некоторые практики актерские настройки на партнера, раскрепощение. Я представил виду голой. Помогло. Волнение ушло. Ты представил? Да. Как? Я даже с фоткой как я представлял. Да нет, не может быть. Да. Я не стала фоткать. А вот профессиональный блогер еще из этого сделает рилс и потом залетит в тренды. Вот, кстати, а как ты создаешь подобные видео? То есть, с чего начинается вообще запись этого видео? Ну, вообще, у меня юмор ситуационный. То есть, больше это импровизация всегда. Если я придумаю шутку в какой-то моменте, я либо, если я не могу там ее записать, запишу себе в заметки, у меня огромные там заметки, вот так вот там листаешь, листаешь, и я ее когда-нибудь потом, когда у меня там будет какой-то случай, я запишу. Если я понимаю, что я в момент могу, я просто беру и записываю. А вот в момент, вот сейчасшний момент, ты можешь взять телефон и попробовать симпровизировать и записать с нами какой-то рилс, показать зрителям, насколько это реально сделать, вот так вот быстро, да, на скорую руку. Ну, или сам собой, а мы... И потом проверим, залетит он или нет. Потому что это студия РУТВ и канал РУТВ, а он залетит. Конечно. Проверим? Да, можно что-нибудь придумать. Давай. Можно сделать. Мы тебе поможем. Про какой-нибудь... Да про актуалочку. Депрессия, депрессия. Депрессия, депрессия всегда в тренде, знаете. Вот. Скорость синяя, обострение. Не хочу депрессию в тренде. Вот, уже, по-моему, сейчас. А мы будем давать советы от депрессии. Советы от депрессии. Вот, советы от депрессии. Маленький. Да, это часто. Это как, например... 21 курт-человек. Маленький, правда. 21 курт-человек депрессии, это ненормально. Она появляется очень рада, может быть. Там очень много... Он с 15-ти в ней и трудится. В ней это где? Она и движет, она и двигает, да? Слушай... Псих больных немножко творческие. Ну, давай, вот, ролик про депрессию. Так, как справится депрессия, да? То есть, люди любят пострадать, по факту, да? Так, у меня на этом контент построен, конечно, естественно. Какой ужас. Ты разрушаешь все. Я буду твоим поклонником. Я буду твоим поклонником точно с этого дня. На самом деле, это очень необычно, потому что обычно все снимают веселые ролики, знаешь, позитивные, веселые. Нет, ну, как сказать, я тоже же веселый. Просто я беру страдания людей, которые есть у очень многих, там, что болит вот сейчас, в данный момент, и оборачиваю это в более такой приятный формат, чтобы более с легкостью относиться к этой ситуации. Это круто, ты смотришь на таких людей и понимаешь, соответственно, что это не так-то плохо, и ты не один. Да, то есть ты не расстраиваешься, поднимаешься, расстраиваешься. Да, наоборот. Супер. Ты лекарь, лекарь от депрессии. Давай, ты лектор. Вообще, достаточно взять телефон. Так. Так, этого уже достаточно. А настроить кадр какой-то? Какой должен быть телефон? Соня Эриксон, там, не знаю, что ли. Ну, можно любой, конечно. Вот такой, знаешь, на... Какой будет? Вот такой вот, который, да-да-да. На диске. Снять телефон, мы можем вмешать. Подожди, а для этого нужна студия, для этого... Да какая студия, господи. Там что-то выставляют, свет какой-то на фон, там еще, что-то. Я вообще ничего не выставляю, у меня одна лампа за 500 рублей кухняная. Я полностью собираю, давай попробуем, вот прямо сейчас. Я, кстати, в такой же концепции, прям, мне нравится, что ты ничего не используешь, у тебя только телефон. Конечно, конечно. По факту, реально, любой блогер может снимать просто с телефоном, неважно, каким. Можем мы вдвоем снять. Ну-ка, Вячеслав, можем и втроем. Я на такое не соглашался, давай. Какой-то, подожди, на какое-то такое-то? Вот на троем снимать. Да. Так. Мы выставляем просто... Мы выставляем кого? Вот так. Так, хорошо. Можно пожелание штатив. Пожелание? Я могу... Вот, например, вот наше желание. О, кстати, он отлично. Вот я пожелание штатив. Вот наше желание штатив. Профессиональный штатив, здравствуйте. Можно, конечно, повыпендриваться и сделать на заднюю камеру. О, это я люблю. Мы любим, да, выпендриваться? Как выпендриваться? Тогда просто меняем, просто меняем. Я умный штатив. Самое главное правило. Надо протереть телефон. Это я умею, кстати. Так, Ваней, давайте, Ваней, протрем. Да. Умный штатив. А потом немножко напитаться. Давай прям попробуем за 10 секунд. Давай. За 10 секунд. Камера, мотор. Так, что говорим? Давай. Давай. Значит, если вы чувствуете себя в депрессии, подумайте, что это все в вашей голове. Ну, не надо грустить. То есть, а не пробовали ли вы быть просто счастливыми? Какие вот еще советы могут быть? А еще главное средство от депрессии – это я. Конечно. Вот послушайте новую песню, и все будет хорошо. Не надо выдумывать просто прогулять, реально сходить, там что-нибудь выпить, я не знаю, лимонатику какого-нибудь. Ну, просто закажите, реально. Не надо грустить. Это работает? Это точно? Подожди, это точно Рус? Да. Я сейчас покажу, что работает реклама на Ру-ТВ. Блогер-чат. Блогер-чат на Ру-ТВ. Хаю-хаюшки, чики-бом, мы продолжаем. Это Блогер-чат на Ру-ТВ. Начинаем как раз-таки серия вопросов и ответов. Начинаем чики-пуки-чики-чики. А, потому что здесь жалуются. А почему вы на ответы не присылаете наши вопросы? Ну, не правда, мы просто не успели открыть их еще. Вот, сейчас открываем. Вот, открываем. У нас на все есть время, ребята. Успокойтесь, все хорошо. Давай. Так, начинаем. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот какие у тебя, Андрей, языки любви? Спрашивает Анна Емельянова. Ну, как в языках любви вы разговариваете, Андрей? Вот, мне тоже интересно ваше язык. У меня такие любви и подарки. В основном, да, я делаю очень много подарков. Какие подарки? Какие-то классные. Я, причем, даже если я куда-то хожу, я первым делом думаю, что можно подарить кому-то, там, из друзей и близких, а потом уже там что-то себе. Ну, есть такая моя черта. Слушай, а приходи к нам на ужин тоже. Я с радостью. Можешь каждый вечер приходить к нам на ужин. Нет, я очень люблю делать какие-то подарки, такие, там, или маленькие, или большие. То есть ты любишь отдавать, и тебе это приятно. На самом деле, при подарке, давайте, не с пустыми руками человек пришел, тоже книгу подарил. А мы, кстати, тоже подарочки подарим сегодня нашим зрителям за 13-ю русскую музыкальную премию телеканала РУ-ТВ. Кто хочет отправиться? Вот хотите отправиться? Присылайте свои вопросы сюда. Подарим два билета на русскую музыкальную премию телеканала РУ-ТВ, которая пройдет 22 мая. Крокус Сити Холли. Не забывайте эту информацию, друзья. Покупаем прямо сейчас. И выигрываем. Так, еще вопросик у нас, Андрей. Опишите свой характер пятью разными словами. Пятью? Пятью разными словами. Педантичный. Оказия. Тоже слово же. Слово. Русское слово. Ответственный. Что-нибудь плохое, пожалуйста, скажи. Надо какой-нибудь... Оказия прям хорошая. Педантичный. Это тоже такое. Тоже, знаешь, сомнительное. Тоже иногда бывает такое. Тоже классно, да. А может быть... Тебе идет. Так, еще два слова. Какого-нибудь... Ну, смешнючий, хорошо, ладно. Смешнючий, так. Смешнючий надо использовать. И какой-нибудь плохой, да, какой-то? Да, нет, 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 нет. Токсик, токсик. Интересно. О, токсик. Вот это интересно, правда. Слушай, как... А как твое окружение к этому относится? Ну, то есть не самые такие позитивные качества. Я вообще один. И вот мы все здесь собрались. И подарки себе дарю. Это я так придумал себе всех. Какой-то хороший. Вот тебе подарки, спасибо. Я вверхнул. Какой-нибудь еще вопрос? Слушай, интересно, Андрюш, вот насколько ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? И может ли она вообще перерасти во что-то большее? Я в любой дружбу верю вообще в целом. И мужчина, женщина, 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 мужчина, мужчина. Вообще любая дружба для меня как бы... Есть четкие просто разграничения между там... Вот есть любовь, отношения, есть дружба. Это как бы две разные вообще веточки. Кто это смешивает? Вот я это не очень понимаю. То есть если ты дружишь, то, соответственно, ты дружишь. Вопрос профессиональный. Смотри, а в роли какого героя вы хотели бы сняться в фильме? В фильме? Да, вот если бы у тебя была возможность, ну, любого сыграть. Уже из известных фильмов. А, уже из известных? Да, допустим, там Джека из Титаника. Нет, нет, нет. Русский фильм. Любовь и голуби, допустим. Да, мне Любовь и голуби, это мой любимый фильм. Я его обожаю тоже. Это вообще... Кого бы сыграл там? Я за всех буду. Надьку, Людку? Мне Людку и Надька, мне все нравятся. Там облако, каждый 5 секунд орус, это мой любимый. Кстати, в холопе, мне кажется, хорошо бы смотрелся. Но я вообще... Вторую часть. Я не смотрел, к сожалению. Смотри, он плывет, как видел. Я, к сожалению, думаю, немножко думаю. Вообще я пловец. Я был на заводе, а теперь я блогер, а вообще я плаваю. А Светлана Крижевских пишет. Я постараюсь, да, сейчас как будто... Да, да, да. Мы уже с тобой волну, мы продолжаем ее. Что, моя первая любовь и сколько тебе было так далее? Ой, ну говори про меня уже, ладно, рассказывай. Нет, это было восьмом классе, к сожалению. Да, было, было такое. Было, было восьмом классе. Он был восьмом классе, у тебя уже было сошло. Отличником как раз. Я... Нет, восьмом классе я еще не был. А ты учительница была у него? Я под конец, под конец школы стала. Я молодая, мне 21 год. О, мать! А нет, там это, которые учителей-то приглашают, экспертов. Вот пригласили и все. В восьмом классе случилась первая любовь, да? Да, в восьмом классе. Ну, это круто, это так рано, на самом деле. Ну да, драма по классике. Когда вышла из Дефрессии. Я люблю драмы, да, это мой любимый, это мой стиль. Слушайте, получается, она тебе подарила такую путевку в жизнь творческую? Конечно, то есть, возможно, если бы не было этой драмы, я бы сейчас не сидел здесь. Ну, слушай, ну она хорошая или плохая девочка? Хорошая. Хорошая, да. А у нас другая? Другой мальчик, который больше ей понравился. У нас есть бахая девочка. Блогер-чат на РУ-ТВ. Ох, друзья, наступает та самая минута, когда мы будем раздавать подарки. Нам сегодня очень горячо. Да, конечно. А почему горячо? Почему теплым? Потому что подарочки, подарки хочется раздать. Соответственно, два билета на премию телеканала РУ-ТВ, который пройдет 22 мая. А где? Крокус с сити-холиком? Молодец. Ну и, конечно, подарок от нашего гостя. Это Андрея, это книга, которую он принес. Книга Николая Васильевича Гоголя. Хотел сказать, Шанель. Но Шанель. Почти. Но уже нельзя. Я помню, когда мне дам пересказ этого произведения, я все, Шанель, учительница. Я не понял, почему весь класс смеялся. Я не понял, почему учительница тоже на меня косо смотрела. Я уже тогда по бренду был больше, нежели по литературе. Ты просто тогда уже стремился к богатой жизни. К люксу. Да, я, в принципе, родился в люксе. Деревня Кимов, дом 31. Здравствуйте. А кому отдаем подарок? Вопросов было много, вопросы классные. Мы так уже с закатом чуть-чуть с тобой пробежались. Ну да, но так как у меня язык любви все-таки подарки, и там был вопрос про язык любви. Красивый вопрос. Надо вот взять и вот так, хоп, подарить. Такой красивый вот обложка, пожалуйста, прекрасно. Книга, правда, оригинальная. Вот это Анна Емельянова задает этот вопрос. Кстати, у Анны Емельяновой очень творческая аватарочка здесь. Посмотрите, вот можно я покажу? Такая, знаешь, она вот актриса. Она была актрисой. Актриса. Так, хорошо. Мы поздравляем, Анечка, вас. Вам остается книга «Шинель» от Андрея. Кстати, очень классно. Первый человек, который принес книгу сюда. Я еще думал, душно, не душно. Не душно, вообще нет. Нет, это есть ты, понимаешь? Ты в этом отличаешься и как раз выделился. Странно, что не свою книгу принес, но я думаю, это через несколько лет. Но приду еще. Приду со своей. Так, друзья, ну а что у нас в подарок? У нас билеты. Да, на премию РУТВ. Еще один вопрос, который тебе понравился, автор, который получит два билета на премию РУТВ. Ну вот еще прикольный был вопрос про роль, которая уже существующая, да, «Любовь и голуби». Вспомнили, вспомнили, любимая. Потом снимут «Любовь и голуби», где Андрей будет играть все роли просто. Идем будет играть голубя. Вот это я посмотрю, что нужно. Полетел! Нет, знаешь, с чего-то надо начинать. Ты начал с колобка, а зато теперь какой-то уникальный актер, играешь в театре. Я желаю, чтобы у тебя была не только роль в театре, соответственно, игра, но еще и в кино. Поэтому, уважаемые режиссеры, а нас смотрят, вы можете... А нас смотрит один режиссер, так точно. Мы предлагаем сейчас... Который тебя не возьмет в кино, потому что он это не снимает. Ну, на РУТВ вас, можно, возьмут. А мы предлагаем сейчас обратиться к зрителям и что-то пожелать от тебя вдохновляющее. Может быть, наоборот, пригласишь на свои спектакли. Все, что ты хочешь сказать, ты можешь сказать сейчас своим зрителям. Да, да просто хочется сказать, что живите здесь сейчас. Ни о чем не думаете. Бывает плохое, хорошее. Главное просто жить в кайфе. И о чем не переживать, не дердничать. А если уж подердничать, то наверняка драму мы любим, пострадать мы любим. Но жизнь вообще хороша и коротка немножко, поэтому нужно жить. Это, знаешь, это прям мой психолог, честно. Ты идеальный. В этом потоке находишься сумасшедшим. Если мне будет плохо, я буду звонить тебе, говорю, Андрюш, приди, пожалуйста. А да, у меня, соответственно, поносно вообще мое все. Андрей Савочкин, Вита Чиковани, Ванечка Чайков. Блогер-чат на Деканале РУТВ. Пока-пока. Всем пока, друзья. Блогер-чат. Блогер-чат на РУТВ.